Рейд специалистов санстанции нашей съемочной группы пришелся на Санту в 7-м микрорайоне. Продавцы занимаются выкладкой. Масочный режим соблюден, перчатки у каждого. Кругом разметка, таблички с напоминанием про дистанцию. Каждая уборка с применением ДЭС-средств в обязательном порядке. Конечно, конечно. У нас есть канистра, конечно. Даже 20-литровая. Спустя две минуты в торговый зал выносят несколько видов антисептиков. Для обработки рук, оборудования, полов, дверных ручек, корзинок. Так, дальше полидез. Полидез мы разводим, обрабатываем, получается, все поверхности. ДЭС-средства есть на рабочих местах, в санузле, на складе, в торговом зале, при входе и на выходе. Расстояние между санитайзерами около пяти метров. За чистоту рук можно не переживать. Утренний фильтр или так называемый журнал здоровья здесь как будто настольная книга. Перед каждой сменой измерение температуры. Сотрудники с недомоганиями отправляются домой. Правила распространяются на весь общепит, кафе, рестораны, бары. Покупатели тоже держат руку на пульсе собственной безопасности. Я оделась, маску одела, перчатки, ду в магазин. Есть перчатки, есть дезинфицирующие средства, обрабатываются корзинки. Честно говоря, редко хожу в магазин. Лично я соблюдаю. В магазин захожу в маске. Было проверено более 240 объектов и нарушения в части профилактики распространения коронавирусной инфекции были выявлены в 55% случаев. 45 объектов была приостановлена деятельность. Следующая в списке – копеечка на 50 лет в ЛКСМ. Если с разметкой и антисептиком вопросов нет, недочеты в уборке зала заметны невооруженным глазом. На полках рассыпанные крупы, на полу грязь. Скажите, как часто вы проводите уборку? Через каждые два часа. Дезинфицирующие средства сколько раз в день применяете? Тоже при каждой обработке? При каждой обработке. Обязательно. А скажите, а когда вы убирали торговое оборудование, полки, вот эти, посмотрите, что у вас? Ну, по мере возможности, конечно, по мере засорения, но мы этому уделим время. Да, вот это уделите внимание. Между тем, маска и перчатки у каждого продавца при себе. Заведующая магазином уверяет, со средствами защиты проблем нет, запас имеется. Плюс к тому, все сотрудники в строю. Последние сегодня 5 человек у вас на смене работников, да? Да. С признаками респираторных заболеваний, судя по журналу, нет. Магазин сети получил предписание на уборку. Пока это лишь письменное предупреждение. Если работу над ошибками не учтут, штраф может достигать 800 рублей.